Все, нагулялись, девочки. Че там? Ходит там кто-то? Ну, ходит и ходит, че тебе? Пусть ходит. Ой, свинюши какие. Евгения, а че глазки такие грязные? Ушла под кустиком полежать. Надо же во всех местах полежать. Хорошо, дождик прошел, да? Комаров пока не сильно много. Можно отдохнуть, расслабиться. Здравствуйте, друзья. Мне тут подали такую идею. Привет вам от Луняши. Она тут валяется. Мне подали такую идею, что можно записать видео с ответом на самые часто задаваемые вопросы. Так что давайте попробуем это сделать. Сейчас начнем. Я составила список из десяти вопросиков и сейчас вам на все отвечу. Пока вам на лучшую. Поглядите немножко. Эй! Луша. Луша-груша. Луша-груша после прогулки в таком отрубе небольшом. Ха-ха-ха. Привет вам всем передает. Да? Мутербург. Всем отличного дня и хорошего настроения. Ха-ха-ха. От нас с бульчатой. С бульчатой развалюшкой. Ааа! Начну отвечать на ваши вопросы. Ой, простите, что лохматая. Я такая у нас сегодня влажно сильно. Так вот, как Луна относится к незнакомцам? По-разному. Смотря какие незнакомцы. Если это незнакомцы на прогулке в незнакомом для нее месте, то она прячется, старается уйти быстро и куда-нибудь подальше. Мы их заранее видим всех и отходим в сторону. А если это на ее территории, то она просто терпит. Никто без нас, конечно, к ней в вольер или в комнату не заходит. Поэтому она смотрит, как мы реагируем. И просто сидит где-нибудь в сторонке и ждет, пока все уйдут. Ей, конечно, незнакомцы не очень нравятся. Второй вопрос. Любит ли Луна плавать? Как я ее мою? Плавать она не любит вообще. Она даже когда пьет и вода попадает ей на лапы, начинает... О, какой язык! Боже мой! Начинает дергаться, дрыгаться и убегать. Так что плавать она не плавает. От слова совсем. Мыть ее тоже никогда не мыла. Даже во время прогулок, когда на улице очень грязно. Мы ее с грязными лапами садили в машину в переноску. А домой привозили уже просто кристально чистую. У нее абсолютно чистая шерсть. Ни одной грязинки не было. И поэтому мыть мы ее не стали и ни разу вообще в жизни не мыли. Только когда она совсем маленькая была. Очень срочно надо унести кресло. И тебе зачем оно? Скажи, подушек нет. Приходится такие махины вытягивать. И вот каждый раз она его переносит с того угла. Ну обычно вот сюда. Но сейчас я встала там. Пришлось на полпути бросить. Ой, ты странная кошка. Странная. Свои, короче, порядки наводит в своем вольере. Что, перевешивают тебя? Кресло-то. В кусты куда-то. Увалилась. И все. Все. Сказать так вообще и задумывалась. Да? Здесь должно быть кресло и никаких вообще обсуждений на эту тему. Дай. Мне сидеть на что-то надо. Ой, обезьяна. Мне пришлось переодеться. Тот, кто по мне лапуськами своими грязными прошелся. Продолжим. Еще один вопрос. Стерилизована ли Луина? На данный момент нет. Я еще думаю над этим вопросом. Все непросто. Но пока не стерилизована. Буся, комаров ловишь? Луняши меняют свое местоположение. Следующий вопрос. Будет любимая луняшина еда. Если мы берем не из угощений, а из обычной еды, то это рыба будет. Красная лосось обычно. Вот. А из угощений она очень любит сыр. И вчера что-то на нее напало, я не заметила. И она ухватила вениного корма сухого. Горстку. Очень странные вкусовые предпочтения у кошки этой. Вот сегодня у нас как раз на ужин рыбка. Может поснимаю вам немножко, как она кушает. Видео странных ракурсов. Следующий вопрос. Будет ли луняша еще расти? Расти она еще будет. Уже не так активно, конечно. Высоту не очень сильно. Она будет расти ширь, так сказать. Матереть. Мощнее становиться. Самки вообще в среднем 30-50 килограмм. Вот луна сейчас в районе 30-27 или 28. Мы вообще не взвешиваем. Кого-то клонит в сон вообще прям очень сильно. Будочка. Будочка. Будочки санчас в это время. Санчас. Ух ты. Вот. Комары спать мешают. Комары спать мешают. Ой, тут я комары. И вообще. И вообще. Снова смена локаций. Мы в дом перебрались. Начался дождь. Мандулка. На своем принимал столет. Вот так. Еще вопросики. По поводу возраста. Ей полный. Один год и пара месяцев. Насчет ее истории. Можете посмотреть самое первое видео на нашей страничке на YouTube. Там само видео и под видео описание. Так. Вот. Вот. Ну, кстати, Луняша пришла. В вольере прыгала. Сейчас нос покорябал. Нос покорябал. Нос покорябал. Объеденную. Лучку. Вот. Еще вопрос про друзей. Как нам приходят гости и могут ли они Луну погладить? Мммм. Приходят спокойно. Она их терпит. Но погладить могут далеко не все. Кстати, я заметила больше она на контакт идет с теми, кого с детства знает, чем с какими-то совершенно новыми людьми. Так что вот. Кто-то ей нравится, кто-то не нравится. Кому-то в итоге позволяет себя погладить, кому-то нет. Так же, как у любого живого есть свои какие-то предпочтения. Ту-ту-ту. 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 Ту-ту-ту-ту. Лицо со шрамом. Все, мы вернулись в вольерчик. Дождь почти прекратился. Я, не знаю, на 10 вопросов ответила или меньше. Что-то я сбилась со счета, но это были самые часто задаваемые. Если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментариях. Ну и вообще напишите, понравилось вам или нет. Не забывайте ставить лайк, на колокольчик нажимайте. Все, всем отличного, отличного времени суток и хорошего настроения. Вот. Так, и буду периодически выкладывать такие видео с ответом на вопросы. А вон Луняша сидит, сидит на своем наблюдательном пункте. Вот, скакали тут, наверное, какие-то ветки, морду себе подрала. Ну, ничего, даже не до крови заживет скоро. Все ветки не обрежешь. Мы тут, конечно, самые острые подкромсали. Так, все, всем пока-пока. Сон, сейчас уголочек. Поели, можно и поспать. Так, все. Пока.